Привет! В этом видео мы поговорим о венской партии. Она начинается с ходов e4, e5, конь c3. Перед нами венская партия. Да, дебют не самый популярный, возможно, но тем не менее, знать, что против него делать, конечно, нужно. И вообще основная идея венской партии в том, что белые хотят защитить пешку на e4, взять под контроль поле d5, а затем атаковать центр ходом f4. Дебют достаточно интересный, острый, у него много есть возможностей, и о них мы всех поговорим. В разное время его применяли и применяют до сих пор сильные шахматисты, и в турнирной практике он может встретиться, поэтому кое-что знать о нем нужно. Итак, принципиально главное продолжение за черных на ход конь c3 играть конь f6. Теперь белые стоят перед выбором. Перевести игру на схемы в духе королевского гамбита или получить позицию в духе дебюта слона. В этом видео мы поговорим о ходе слон c4 и что делать в этой позиции. Да, конечно, тоже у черных есть много возможностей. Можно сыграть конь c6, слон c5, получить симметрию и разные другие продолжения. Но, наверное, самое принципиальное, самое сильное, как с точки зрения статистики, ощущений, практики, это ход конь e4. Перед нами вариант Франкенштейна Дракулы. Не спрашивайте, почему он так называется, он просто так называется. Черные временно жертвуют коня, и идея в том, что сейчас, если побить коня, то последует d5. Черные отыграют свою фигуру, получат хорошую позицию. Это что-то напоминает дебют четырех коней, однако в Венской не все так просто. Здесь есть несколько главных продолжений, как могут сыграть белые. Это и ход ферзь h5, это и ход лон f7, и как раз таки ход конь e4. Начнем мы с хода ферзь h5. Идея в том, что сейчас белые напали на мат в один ход, и нужно реагировать точно. Если отступить конем на g5, это будет ошибкой, и белые перехватывают здесь инициативу, потому что, скажем, у них есть ход d4, допустим, конь e6, перекрыли действия слона, de, конь c6, напали на пешку, но здесь можно разменяться белым. Слон e6, de, конь f3, позиция белых предпочтительнее. Проблемы с развитием у черных определенные есть, несомненно, и у белых в целом простая игра, пешка на e5 сковывает черные фигуры, и, наверное, к восьмому ходу это не та позиция, которую хотели бы получить черные. Поэтому после хода fh5, сильнейшее продолжение это конь d6, такой экстравагантный на первый взгляд ход, но, однако, мы защитили пешку на f7, напали на слона, поэтому не все так плохо. Здесь главным продолжением сильным считается за белых, это отступить слоном на b3, однако, fh5 ход такой существует, черные отыгрывают свою пешку, но получают не то, что хотели, потому что после хода fh7, ну, закрыться слоном нельзя, потому что на g7 будет висеть fh7, белые обязаны бить, потому что у них висит слон, то есть на конь f3 просто последует конь c4, и черные выиграли, поэтому ферзь e7, слон e7, неожиданно к седьмому ходу черные уже перешли веншпиль, вряд ли они сейчас чем-то рискуют, что здесь может последовать? Слон по-прежнему висит, ну, слон b3 сыграть нужно, основное продолжение, конь f5, идея теперь где-то сыграть c6, d5, и вообще все прекрасно будет на конь d5, здесь с идеей поставить вилку, просто находится сильный ход слон d8, и опять-таки идея c6, d5, и нам ничего не страшно, поэтому после хода конь f5, ну, конь f3 могут сыграть белые, допустим, c6, аркировка, d5, центр захватили, ладья e1, аркировка, прекрасная позиция, черные ничем не рискуют, вышли из дебюта, и особенно если это встретилась позиция в классику сильным соперником, то здесь вообще все замечательно, после размена ферзей могли бы белые отступить и слоном на e2, но это мало что менять, все равно конь f5, допустим, конь f3, c6, с идеей d5, g4, может встретиться такой экстравагантный ход с нападением на коня, конь h4, разменялись, конь e4, угроза, конь d6 при случае, потом возвращаемся к слоном на e7, берем под контроль поле d6, допустим, d4, d5, напали на коня, конь g3, опять-таки, перед черными не стоит никаких проблем, у них все прекрасно, они вышли из дебюта. Поэтому после хода ферзей h5, конь d6, белым все-таки нужно играть слон b3, иначе после взятия пешки на e5 белые ни на что не претендуют. Здесь сильнейшее продолжение за черных продолжать ходом слон e7, не цепляться за пешку e5, потому что, скажем, если сыграть конь c6, то белые могут сыграть конь b5, грозит взятие на b6, будет висеть мат в один ход, потому что нужно играть g6 с нападением на ферзя, скажем, ферзь f3, угроза сохраняется, допустим, f5, ферзь d5, основа угроза сохраняется, ферзь e7, 8 конь c7, шах, король d8, конь a8, b6. Это по-прежнему теоретическая позиция с инициативой у белых, но играть такое за черных, конечно, не стоит, и это довольно противно. Белым играть легко, черный король без рокировки, король слабый, еще и качества нету, ну, как бы здесь, наверное, играть так не стоит. Поэтому после хода слон b3, слон e7 все-таки сильнейшее продолжение, белые продолжают развитие ходом конь f3, напали на пешку также e5, конь c6, допустим, конь e5, у нас подвисает пункт на f7, что можно сделать? Ну, вообще сильнейшим продолжением считается ход g6, прогнать ферзя. На конь e5, ферзь e5, например, рокировка-рокировка, слон f6, висит ферзь, ферзь f4, ферзь g5, вновь напали на ферзя, ферзь f3, ферзь f6, предлагаем перейти в эншпиль, скажем ферзь f6, слон f6, конь d5, слон и пешка на c7 подвисает, потому слон d8. Здесь позиция белых предпочтительнее, потому что все-таки вот эта картина, она не самая приятная для черных, и это не та редакция, наверное, в которую стоит идти. Поэтому после хода конь e5, если не делать ход g6, то можно сыграть и рокировка. В принципе, после рокировки, допустим, конь d4, где-то напали на слона, допустим, конь d5 может встретиться ход, конь b3, ab, конь e8, ну, как-то нужно развиваться, открывать дорогу своим фигурам, ферзи e2 могут отойти, потому что идея с ходом коня f6, чуть-чуть разменяться, упростить позицию, ферзи e2, конь f6. Здесь есть такой экстравагантный ход конь c6, идея в том, что у нас висит слон на e7, сильнейшее продолжение это dc, скажем, конь e7, шах, король h8, конь c8, ферзи c8, позиция примерно равная, с обоюдными шансами. Ну, в эту систему можно было бы пойти в целом, после хода конь c6, bc уже была бы ошибка, потому что после хода конь e7, король h8, d3, позиция белых намного-намного предпочтительнее, потому что сейчас непонятно, как развивать слона белопольного, d5 хода нету, потому что пешка на c6 висит, а идеи белых достаточно простые в целом, и у них здесь ощутимый перевес. Поэтому возвращаемся к ходу конь e5, g6 сильнейшее продолжение, могут сыграть здесь белые и конь c6, и ферзи e2, о ходе конь c6 поговорим, dc, ну и мы уже видим, что слон белопольный открылся, позиция у черных уже не вызывает больших вопросов, ферзи f3, напали на f7 где-то при случае, ну хотя здесь уже ничего страшного нету, рокировка, рокировка, конь f5, допустим где-то на d4 метим, допустим d3, конь d4, если ферзи d1, то а5, идея потом и b5, а4, здесь очень прекрасная позиция у черных, они ничем не рискуют, вышли из дебюта, слон e3, допустим, напали на коня, полный f5, и здесь есть такой занимательный факт, что белые ни разу не побеждали в этой позиции. Примерный вариант может быть такой, допустим ладья e1, слон b4, то есть уже как-то здесь играть не очень приятно за белых, после хода a3, скажем, конь b3, cb, слон e7, такая позиция, кстати, встречалась в последний раз в 2022 году, то есть позиция актуальная, свежая, но преимущество двух слонов у черных есть, изолированная пешка тоже есть, пешки на ферзевом фланге у белых никуда не пройдут, и в общем-то здесь вообще роскошная позиция у черных, и если вы такую позицию получите, то скорее всего это будет выиграно. Возвращаясь к ходу конь d4, ферзь смог отступить на f4, но тогда слон d6 с темпом напали на ферзя, скажем ферзя h6, конь f5, снова напали на ферзя, ферзь g5, предлагают размен ферзей белые, ну, меняться не обязательно, слон e7, допустим, ферзь f4, a5, у черных здесь опять-таки все хорошо, проблем никаких нет. Отмотаем немножечко назад в позицию, когда белые бьют конь e5, мы играем g6, мы рассмотрели ход конь c6, поговорим о ходе ферзи e2, такой ход тоже возможен, конь d4 с темпом напали на ферзя и на слона, ферзь d3, чаще всего игралось именно так, скажем, конь b3, ab, маркировка, маркировка c6, b4, идея где-то тарана, конь f5, допустим, b5, слон f6 напали на коня, конь f3, d5, позиция черных опять-таки предпочтительнее. То есть, если подвести небольшой итог позиции с ходом слон c4, конь e4, ферзь h5, при правильной игре черные ничем не рискуют, выходят хорошо из дебюта, у них никаких проблем нет. Теперь перейдем к другим системам, скажем, после хода e4, e5, конь c3, конь f6, слон c4, конь e4, если белые сыграют слон f7. То есть, таким образом, они отыгрывают свою пешку, но вариант для белых не очень хороший, статистика не в их пользу от слова совсем. Следует король f7, конь e4, d5, черные забесплатно захватили центр, напали на коня. Какие здесь могут быть продолжения за белых? Здесь нужно считаться с несколькими ходами. Это конь g3, это ферзь h5, допустим, или конь c3. Поговорим о ходе ферзи f3, допустим, король g8, восклицательный знак, ничего не боимся. Конь g5, например, напали на мат в один ход. И здесь, после хода ферзи d7, в целом, нету больших проблем сейчас перед черными. Мы защитили пешку на d5 и пункт f7. Понятное дело, что нельзя забирать коня на g5, потому что мы получаем мат, поэтому ферзь d7, скажем. Если здесь белые сыграют d3, то после хода h6, конь h3, конь c6. Непонятно, что делать, кстати говоря, белым. Черные уже выходят из дебюта, у них все хорошо. На конь e2, например, конь b4. Ну и тут совсем все плохо. На c2 висит. Здесь, например, была партия, в которой игралась рокировка. Но, допустим, ферзи d4 и позиция белых просто проиграна. Размен ферзей, конечно, выгоден был бы только для черных. На c2 висит. Ну и в целом, позиция очень роскошная у черных. И наверняка белые не ожидали такого поворота событий. Особенно к 10-11 ходу. Ну, после хода конь c6, c3 могли бы сыграть. Это ничего не меняется. То есть, они взяли под контроль поле d4. Допустим, g5, такой экстравагантный ход. Конь e2, ладья h7. Позиция черных. Близка даже к выигранной, я бы сказал. Особенно на высоком уровне. Ладья переходит где-то на f7. Потом слон встает на g7. У черных, опять-таки, роскошная позиция. Больше пространства. Активные фигуры. И белым здесь непонятно, как раскручиваться. После хода ферзь d7 могли бы сыграть конь e2. Белые, допустим, все равно следует. Это h6, конь h3, конь c6. Допустим, d4, конь b4. И опять-таки, позиция черных при правильной игре близка к выигранной. Потому что непонятно, как отражать все угрозы. Как играть белыми. Потому что возможности никаких активных нет. А у черных как раз-таки игра только начинается. Если после шаха на f3 король g8 сыграть не конь g5, а конь g3, например, то все равно конь c6, конь 1, e2, допустим, h5. Опять-таки, много возможностей здесь у черных. Это и слон g4. Ферзь отступает, потом h4 с темпом нападая на коня. Это и ход конь b4 с нападением на c2. И опять-таки, все угрозы здесь отразить будут невозможны. У черных большой перевес, большая инициатива. Поэтому после хода конь e4, d5, ферзь f3, все-таки ход не самый лучший. Поговорим о ходе, скажем, ферзь h5 шах. Здесь можно сыграть g6 и попробовать подловить белых на ловушку. Потому что если сейчас белые бьют пешку на e5, нападая на ладью, здесь есть сильный ход слон h6. Восклицательный знак. Грозит ход ладья e8 с большими проблемами. И тут в большинстве партий встречался ход конь d6 шах. А что делать, ничего не остается. cd, ферзь d5. Ну, номинально у белых две пешки за фигуру. Но после хода король g7 в целом позиция черных выиграна. Два слона. Король слабый. Ладья e8 сейчас прилетит. Ну и, конечно, попались все здесь белые. Но после хода ферзь h5 g6, ферзь d5 это, конечно, большая ошибка. Ферзь f3 основное продолжение. Шах, король g7. Если конь отступит на g3, спокойной жизни для белых не будет. Потому что h5 и, опять-таки, непонятно, что делать. Поэтому конь c3 сильнее. e4 напали на ферзя с тремпом. Если ферзь e2, то конь c6 среди конь d4. Конь b4 опять выигрываем. Поэтому ферзь d1 сильнее сразу. Ферзь g5. Опять-таки, инициатива на стороне черных. Висит на g2. И как раскручиваться сейчас непонятно. Возвращаемся к ходу конь e4 d5. Если сыграют, например, здесь белые конь g3, что может последовать конь c6. Черные продолжают развитие. Никаких проблем нет. Допустим, d3, слон e7. Конь f3, ладья f8. Искусственная рокировка готовится. 2-0, король g8. Все прекрасно здесь у черных. h3, допустим, ферзь e8 с идеей ферзь g6. Ферзь e2, допустим, слон d6. У черных два слона. Полуоткрытая линия f. Больше пространства в центре. И в целом приятная позиция. После хода конь e4, d5. Могли бы сыграть белые и конь c3. Но c6 сильнейший ход. У нас уже мощный пешечный центр. Но непонятно, как белым что-то делать. Ферзь h5, допустим, g6. Ферзь e5. Снова висит ладья. Но опять-таки здесь находится ход слон d6. С темпом нападаем на ферзя. Ладья защищена. Где-то грозит просто ладья e8. Пустим, ферзь d4, ладья e8. Конь c2, конь a6. Черные опережают белых в развитии. Два слона. Много угроз. Активная позиция. Хорошие фигуры. Центр захвачен. И опять-таки позиция близка к выигранной. Теперь поговорим о другом продолжении. А именно о ходе e4, e5, конь c3, конь f6, слон c4, конь e4. И здесь рассмотрим ход конь e4. Но это, наверное, вообще самая худшая редакция для белых. Потому что после хода d5. Что делать белым? У них здесь есть несколько разных возможностей. Это и слон d5, и слон d3, и слон b3, и слон b5. И ферзь h5 даже такой экстравагантный. Коротко пройдемся по каждому. Ну, допустим, слон d5 могут сыграть сейчас белые. Но ничего хорошего, конечно, в этом не будет. Потому что после хода ферзь d5 висит конь. А коню отступать проблематично куда-то, потому что на g2 висит. Поэтому, допустим, d3, конь c6, конь f3. И мы переходим в позицию дебюта четырех коней. Здесь, например, слон g4. И у нас уже активная позиция готова. Длинная рокировка. И инициатива в руках черных. Ну, допустим, примерный вариант h3, слон h5, g4. И здесь все плохо у белых. Допустим, ферзь e2, 3-0. Ну, и, скорее всего, здесь должны будут проиграть белые. g4 ход необязательный, конечно. Но после рокировки и 3-0 все равно позиция черных близка к выигранной. Потому что сейчас будет просто страшнейшая инициатива и атака на королевском фланге. Поэтому после хода d5, слон d5 ход плохой. Слон d3 ход возможный. Опять-таки, после de, слон e4, f5 нападаем на слона. Слон f3, слон d6. Пока что заканчиваем развитие. D3, 2-0. Опять-таки, черные опережают белых в развитии. Черные ничем не рискуют. Прекрасная позиция. Больше пространства в центре. Ну, а у белых только пока что один слон на f3 стоит. Да и то занимает поле коня. И позиция, конечно, намного-намного роскошнее, чем у белых. Поэтому после хода d5, слон b3 может встретиться. Ход опять-таки, de, f2, например, с идеей отыграть пешку. Ну, тогда слон f5. Ничего не отдаем. Ферзь b5 может последовать в конь d7. Пусть забирают пешку. Ничего страшного. Слон d6. Опять-таки, у нас больше развитых фигур. Черные пешки сковывают возможности белых. Мы сейчас сделаем рокировку. Все будет хорошо. Как развиваться белым, не очень понятно в этой ситуации. Потом после хода d5, слон b5 может встретиться. Но опять-таки, попадая под темп, слон d3, например, de, слон e4, слон c5. Уже готова короткая рокировка. Если здесь сыграть конь f3, то вообще забавно получится. Потому что после хода f5 просто теряется фигура. Если сыграть d4, то после хода fd4, fd4, слон d4, позиция черных предпочтительная. Они вышли из дебюта. И все прекрасно. Если сыграть на слон c5, d3, то f5, слон f3, 2, 0. И опять-таки, у черных все прекрасно. И непонятно, что делать. Ну и рассмотрим последний ход. Ферзь h5. Здесь все равно тогда следует dc. Ликвидируем сильного слона. Допустим, ферзь d5, шах. Материально пока что равенство. Но слон e6. Защищаемся от шаха. Конь g5. Надавили на нашего слона. Ферзь d5. Предлагаем размен. Конь 1, f3. Белый развивает фигуру, защищает ферзя. Допустим, ферзь e5, конь e5. Слон d5. Напали на g2. Конь вынужден возвращаться. Конь d7. Опять-таки, позиция черных лучше. Роскошно вышли из дебюта черные. Проблем никаких нет. Здесь большой перевес. Давайте вернемся в изначальную позицию. Подведем небольшой итог. Хода конь c3, конь f6, слон c4. После хода конь e4. Не вижу я здесь никаких проблем за черных. Здесь все прекрасно. И играть такую позицию одно удовольствие. И, конечно, невыгодная редакция для белых. В следующем видео мы рассмотрим ход не слон c4, а f4. В духе королевского гамбита. Там мы будем рассматривать систему с ходом d5. Но, опять-таки, даже здесь перед черными не будет стоять больших проблем. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Ссылка на самостоятельный анализ будет.